Привет, друзья! Меня зовут Илья Пономаренко, и я помогаю русскоязычному населению Германии создавать и раскручивать прибыльный бизнес в Германии, увеличивать поток клиентов и прибыли от бизнеса в Германии, если он у вас таковой уже имеется, и также находить хорошую достойную работу. И если вам хочется продавать в Германии ваши товары, услуги, время, дорого, то вы обратились прямо по адресу, и это видео точно для вас. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, как нельзя стартовать бизнес в Германии, да и вообще, в принципе, в любой точке земного шара. Мы сегодня находимся в нашем городском парке, я немножко гундошу, болею, но врачи говорят, что нужно дышать больше свежим воздухом и гулять, даже несмотря на то, что ты болен. Странный подход, но, тем не менее, вот мы сейчас гуляем, и в парке погода отличная, и я решил использовать эту возможность как раз, чтобы записать пару интересных и полезных видео специально для вас. Итак, как нельзя стартовать бизнес в Германии? Пункт номер один. Бизнес в Германии нельзя стартовать исходя от продукта, а не от потребности человека. Что это значит? Ну, например, у вас появилась идея фикс, вам понравился какой-то товар, вам понравился какой-то продукт, и вы решили, все, я здесь его буду продавать, этого здесь нет еще, возможно, оно будет интересно, допустим, молодым людям. У меня есть какой-то гаджет, то вы думаете, что это будет покупать у вас молодняк какой-то, и вы думаете, что это у вас получится, и что вас будут прямо раскупать ваш товар и услугу. То есть вы исходите от продукта, не от потребности человека, а от продукта. Как следовало бы поступить? Правильнее было бы сделать так, что вы изучаете сначала потребности и боли вашей целевой аудитории. Вы сначала понимаете то, что нужно людям, то, что нужно вашей целевой аудитории, и только потом, исходя уже от их потребностей, исходя уже от их боли, предлагать им какой-то продукт, какую-то услугу, которая им уже нужна. Так было бы правильнее, и так, собственно говоря, и успешные стартапы так и поступают. Почему, судя по статистике, 9 стартапов из 10 в первый же год сгорают, прогорают? Потому что они исходят от продукта, а нет от потребностей боли своей целевой аудитории. Пункт номер второй. Трата бюджета не на маркетинг и продвижение, не на исследование рынка, а на какие-то офисные прибамбации, на персонал, который вам в принципе в самом начале абсолютно не нужен. Что это значит? Допустим, у вас есть бюджет в 5000 евро, и вы решили открыть интернетный магазин. Что вы думаете? Все, мне нужен кто-то на телефон, чтобы обрабатывать заказы, мне нужен обязательно новый компьютер, потому что мой старый там тупит, глючит, мне нужен друкер, мне нужен стол, мне нужно то-то, 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 и потом, бам, 5 штук нету, маркетинга у вас нету. А, вы еще решите потратить большую сумму денег на софтвер, на программное обеспечение, на котором будет идти ваш магазин работать в интернете. Там начинаются проблемы, вам нужен программист, и в итоге вы еще ничего не продали, вы еще не заработали ни цента, ни копейки, но при всем при этом, я извиняюсь за выражение, просрали вас ваш бюджет. Так делать нельзя. Как нужно сделать? Вы тратите, если у вас есть бюджет какой-то, вы должны его потратить в первую очередь на исследование вашего рынка и на маркетинг. Вы должны потратить эти деньги на рекламу и получить ваши первые продажи. Вы должны с помощью вашего бюджета протестировать спрос на ваш продукт или услугу. Если это уже будет продаваться, то есть, если вы уже получите ваши первые какие-то продажи, первые деньги, только после этого вы можете уже как-то там масштабироваться, развиваться и раскручиваться дальше. Ну, это так, в общих чертах, да? И третий пункт, как нельзя стартовать бизнес в Германии, да и вообще в любой точке земного шара, это залезать в долги и брать кредиты, и потом на эти деньги запускать ваш первый бизнес. Тем более, это нельзя делать в том случае, если вы не знаете и не уверены вообще, пойдет ли ваш продукт или услуга, пойдет ли ваш бизнес-проект, будет ли он окупаемым. Залазить в долги нельзя. Вы должны в первую очередь протестировать ваш продукт или услугу на продаже. То есть, опять-таки, вам нужно сделать ваши первые продажи, получить ваши первые деньги и лишь только после этого смотреть, окей, мне нужно сделать те или иные мероприятия, действия, заплатить такую-то сумму денег туда-то, туда-то, чтобы масштабироваться, чтобы развиваться дальше. Но в этом случае вы уже будете знать, что ваш товар или услуга, оно уже продается. То есть, уже есть спрос и людям уже интересно то, что вы предлагаете. Ни в каком другом случае залазить в долги и брать кредиты, чтобы создавать проект, нельзя. Откуда я это знаю? Я это знаю из своего горького личного опыта. Я это знаю также из опыта других стартапов, в которые я инвестировал деньги. Я являюсь инвестором, я инвестирую в прибыльные стартапы. Это очень рисковое дело. Я признаю это так, я знаю, на какие риски я иду. Потому что 85, даже 90% стартапов, которые ищут себе какие-то деньги для развития своего проекта, они прогорают буквально в первый же год. Опять-таки, почему? Потому что они как раз совершают вот эти вот ошибки, которые я вам сделал, которые я вам перечислил. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел сказать вам в этом видео. Если вам видео понравилось и было интересно, ставьте лайк, делитесь им со своими друзьями. Если у вас есть какие-то вопросы по созданию, раскрутке бизнеса в Германии, если у вас есть вопросы по тому, как вам, если у вас есть уже бизнес, и вам интересно, как получить больше клиентов и больше прибыли от вашего бизнеса уже прямо сейчас, или какие-то есть у вас, может быть, другие вопросы, которые вас интересуют по созданию, раскрутке бизнеса в Германии, то смело задавайте их прямо в комментариях под этим видео, пишите мне в личку. Давайте дружить с вами в соцсетях. все ссылки вы найдете прямо под этим видео вот и до новых встреч мы увидимся с вами в новых видео меня зовут илья пономаренко и мой сайт илья пономаренко точка ком заходите там много бесплатной и очень ценной информации по бизнесу в германии и по личностному росту оставайтесь на связи и до новых встреч пока